Битва за идеологию шла в СССР днем и ночью, и музыка, разумеется, была одним из главных фронтов этого сражения. В послевоенном союзе официозная и скучноватая эстрада довольно быстро перестала удовлетворять запросы энергичной молодежи, и тогда наступила эпоха конкуренции за сердца публики между вокально-инструментальными ансамблями и рок-группами. В советские времена было два типа молодежных музыкальных групп – правильные и неправильные. В правильных играли аккуратно причесанные и опрятно одетые ребята, которые с комсомольским задором пели о великих стройках, пламенных сердцах и, конечно, о любви. У этих ребят были официальные концерты, пластинки на студии «Мелодия» и даже трудовые книжки с записью артист вокально-инструментального ансамбля. В неправильных же группах молодые люди были похулиганистей. Они одевались как взбредет в голову, вели асоциальный образ жизни и сочиняли лихие песни, тексты которых порой заставляли вздрагивать серьезных людей, занимавших ответственные посты. Самое смешное, что оба явления – и вия, и рок-группы – росли, в общем-то, из одного и того же корня. Даже музыка у них зачастую не так уж сильно отличалась. Конечно, любой рокер возмутится, если сказать, что он не артист вия. И, конечно, даже далекий от музыки человек легко отличит на слух Алису от голубых гитар. Но изначальный импульс, давший жизнь и тем, и другим, был один. Это, конечно же, бессмертные The Beatles, записи которых проникали в Советский Союз в начале 60-х. Не имея возможности сходить с ума на концертах самих битлов, как это делали молодые люди по всему миру, советская молодежь сходила с ума у себя дома, слушая бобинные магнитофоны, мечтая также петь и играть. Тогда-то и стали появляться первые самодельные коллективы. Назывались они, кстати, бит-группами. Слово «рок» тогда было не в ходу. Достать профессиональные музыкальные инструменты было, разумеется, невозможно. Так что электрогитары и ударные установки делали своими руками, постигая заодно премудрости музыкальной грамоты и снимая на слух битловские аккорды. Секрет мастерства бережно хранились и передавались из уст в уста. В дело шло все. Для гитарных дек, например, лучше всего подходили откидывающиеся крышки со школьных парт. Изготовленные из хорошо просушенного звонкого дерева. Красивые головки колков хорошо было делать из перламутровых пуговиц, с халатов и пиджаков. Медиаторы вытачивались из пластмассовых школьных линеек. Особым шиком считалось, когда все детали на гитаре крепились дефицитными шурупами с крестообразной головкой. Продажи, как правило, были только прямые. Так что музыкантам приходилось устраивать набеги на городские трамваи. Крестовыми шурупами крепились спинки сидений. Разумеется, чтобы заниматься всем этим, нужно было быть фанатично преданным музыке. И таких фанатиков в советской стране нашлось немало. Они хотели слушать западную музыку и готовы были играть ее сами. Разумеется, такое явление не могло пройти мимо людей, занимавшихся идеологией. Явное низкопоклонство перед Западом не на шутку встревожило ответственных работников советских органов. Для начала тоску по европейской и американской музыке попытались утолить, пустив на рынок ансамбли из социалистических стран. Польские червоны-гитары, молдавские на рок, венгерская омега. Ко всем этим группам моментально приклеивалось прозвище «Польские, молдавские, венгерские, немецкие битлы». Затем стали возникать и советские ВИА. Впервые эту аббревиатуру, позднее ставшую названием целого музыкального жанра, появилась в 1964 году на афише донецкой группы «Авангард». С самого начала компетентные органы старались держать музыкальную самодеятельность под контролем. Группам навязывалась обязанность существовать при филармониях, домах культуры или предприятиях. При соблюдении этих условий можно было выступать на концертах, только надо было согласовывать репертуар. Играть со сцены, разумеется, можно было только правильные песни, но и в них исполнители умудрялись вставлять привет из Запада, пользуясь музыкальной безграмотностью чиновников. И звучали в концертных залах на вполне легальных основаниях песенка велосипедистов, перепев английской группы, или проигрыши из западных рок-хитов посреди песни про комсомольскую юность. Однако тоска по свободе оставалась, и параллельно легальным ВИА одна за другой возникали подпольные рок-группы. Применительно, примечательно то, что играли в них зачастую одни и те же люди, сцены для денег и официальной работы, по вечерам на сейшенах для души. Собственно, эта ситуация сохранялась до самого конца советской эпохи. Так об этом вспоминает лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Все понимали, что так устроен мир. Пойти, например, работать в ансамбле «Веселые ребята» к Слободкину, так и называлось, продаться в рабство. Это компенсировалось спокойной жизнью без цепляний, милиции, хорошей аппаратурой и стабильным по тем временам высоким заработком. Чиновники, курировавшие молодежную музыку идиотами, все-таки не были и прекрасно видели, что происходит у них под носом. Поэтому чем больше проходило времени, тем более усиливался нажим на ВИА, от которых требовали быть все правильнее и правильнее. Соответственно, увеличивалась и пропасть между легальными музыкантами и рокерами. По словам историка русского рока Сергея Жарикова, к середине 70-х годов уже сложился довольно жесткий стандарт. Толпа на сцене ВИА, 3-4 человека рок-группа. Единый стиль одежды музыкантов – пиджаки, рюшечки, жабо, ВИА. Индивидуальные джинсы-свитера-майки, стиль рок-группа. Ударная установка в глубине сцены ВИА на аванс-сцене рок-группа. Колонки по флангам – ВИА, рядом с музыкантами – рок-группа. Короткие прически – ВИА, длинные хайра – рок-группа. Пытаясь взять под контроль молодежную музыкальную самодеятельность, товарищи в кабинетах фактически, наоборот, помогли рок-движению оформиться и осознать себя, как противников советской системы. Кто-то заявил о своем протесте прямо и жестко, такие как телевизор, ДК, посев. Кто-то делал это более тонко и совершенно с музыкальной точки зрения. Машина времени, ДДТ, аквариум. Ну а кто-то просто-напросто валял на сцене дурака. Но так, что это повергло сознательных советских граждан в шок. Автоматические удовлетворители, аукцион и поначалу кино. Когда ВИА были уже окончательно укращены, стало ясно, что нужно что-то делать с рокерами. Уже с 70-х годов некоторым рок-группам удавалось хотя бы на время получать официальный статус, не изменяя при этом избранному стилю и не превращаясь в ВИА. При театре Ленкома работала рок-группа «Аракс». Под эгидой Росконцерта выступали «Карнавал», «Динамик», «Машина времени». Но самая успешная операция по приручению рок-н-ролла была проведена в Ленинграде, где в 1981 году открылся первый в СССР официальный рок-клуб. Здесь можно было совершенно легально выступать и петь свои песни. В отличие от ВИА, которым репертуар поставляли члены Союза композиторов. Правда, существовало требование – литовать, заверять тексты, чтобы со сцены не звучала откровенная антисоветщина. По словам бывшего генерал-майора Олега Калугина, с самого начала своей деятельности Ленинградской рок-клуб находился под плотной опекой спецслужб. Цитата. «КГБ создал в Ленинграде рок-клуб, был его спонсором, а непосредственные организаторы – нашими агентами. Да, комитет стремился поставить под контроль анархические тенденции в музыкальной жизни города, но объективно создание рок-клуба было полезным для общества». Конец цитаты. Прямо рассказывал он журналистам. Правда, все его слова впоследствии были объявлены ложью, а сам он лишен всех званий и наград за клевету на органы. Но, по всей видимости, Ленинградский рок-клуб и вправду был поводком, который пусть ненадолго накинули на непокорных рокеров органов. Таким образом, стремясь направить молодежь на путь истинный и уберечь от тлетворного влияния Запада, и советская система, сама того не желая, дала жизнь двум уникальным направлениям в отечественной музыке. Романтичные мелодии старых Виа до сих пор звучат на всех дискотеках страны, а песни рок-групп по-прежнему бередят молодые сердца и напоминают вечные истины тем, кто постарше. Вот такая вот статья Виктора Банева, которая публикуется в журнале «Загадки истории» в 2014 году, номер 2, и называется «КГБ контролировал советскую молодежь через Виа и рок-группы». Не забудьте подписаться и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok